Ну и последний сюжет на сегодня выглядит вот так. Это была посадка абрикоса двухлетнего. Потому что хватился за голову, ну-ка, что за сорти? Ага, Серафим, Серафим, я как-то умудрился убить свое лучшее дерево еще в молодом возрасте, на нем были роскошнейшие плоды, осталась на память фотография. Я знаете, когда отрезал ветку с него на прививку, я вот так оставлял все правильно, по 3-4 почки, а все остальное убирал. И получилось вот так, на отрезал одни вот эти пени торчали. Ну естественно он погиб. Это был самый момент нищеты. Вот. А сейчас я взял, хотя у меня есть взрослое дерево, но одно, а еще одно помоложе, мало. И вот я еще парочку вырастил, вот одно из них. Пришлось пересаживать, смотрите чем я жертвую, вот этой красотой. Я не хвастаюсь, нет, мне всегда нравилась вигела розовая. Одна вот здесь вот росла, теперь вместо нее растет королевский абрикос. Кто-то помнит, говорил, продайте еще, когда деревья были молодые, ну пожалуйста, красота-то какая. Вот, пришлось вот это вырубить ради королевского абрикоса. Вот. Так. Ой. Теперь пришла пора вот этого. Почему? Вот этот абрикос вырастет и забьет ее. Вот. И получается я начну отрезать ветки по одной, по одной, по одной. И постепенно сведу его на нет. Когда абрикос станет огромным. Серафим это мощное дерево. Вот. Оно даже, если видите, вот эти вот отшвели абрикосы, оно в два раза еще крупнее вот этих деревьев, тоже абрикосов. И вот я рассказываю почему. Тот, кто мне помогал садить, приволок к сковам земли, все сделал правильно, ямки не делал почву. То есть почва вот эта для меня святая, она сбережена. Посадил, вот привез две тележки, сделал ямку и посадил ямку. Да, также за полминуты, но высоковат получился. Вот тут вот, если смотреть, вот тут корни будут, до них доберется на мороз. Я сейчас не поленился, привез еще тележку. Потом все вот это будет размазано и ком станет пологим. Вот для чего я показываю. Почему? Представьте себе газету с тиражом 70 тысяч. Я уже раз рассказал, но я не называю газету, не называю редактора. Почему? Потому что зачем обиды плодить. Вот. И повторяю то, что я уже один раз вам рассказал. Почему? Потому что я рассказывал за компьютером, а теперь по месту. Я на ваших глазах сделал пологий холм. А она взяла и в своей газете популярную разместила статью доктора наук. Фамилию не называю, даже первую букву не называю. Очень мало в Сибири докторов наук. Вот. Настоящий доктор. Все. Что с ним случилось, я не знаю. Вот. Вот. Когда я начал долбить по щекажам номера этой газеты про посадку на холмы, появляется его статья. А он, оказывается, еще круче. Он взял, нарисовал холм высотой полтора метра и с пропорциями пирамиды. Поняли, да? Ну, то есть, понимаете, полтора метра это где-то вот тут. Где-то вот тут, правильно? Где-то у меня потечки выше. Вот тут вот. Вот представьте себе вот такой холм. Причем крутой. Крутой вот. Такой вот. И он нарисован был. И он был нарисован. И он советовал такие холмы в основу, в вершину холма садить саженцы. Я одурел сразу. Потому что, это, не одуреть было невозможно. И позвонил главному редактору. Она сказала мне следующее. Вы знаете, когда-то такие фразы мои, или которые я вот пересказываю из других слов, войдут в хрестоматию. То есть, потому что наука не должна быть сухой. Вот. Дело, как я. Знаете, как они меня долбили. Кроме, это не однистские газеты. Вот эти крутые московские газеты. Вот. Вы не имеете права учить. Вы неправильно пишите статьи. Мы будем вас печатать. Пишите. Примерно так. Пункт первый. А, выкопал ямку. Пункт второй. Взял лопату. Пункт третий. Вот. Поставил саженец. Пункт четвертый. Сделал бордюрчик. Поняли? То есть, вот такая сухая инструкция. Это тысячу раз уже было до меня написано. Причем во вред садоводству. А я-то о другом. Знаете, в какую фразу войдет одна из таких краеугольников. Помните, я их уже несколько называл. Например. Ты, Константинович, ничего не понимаешь в садоводстве. Чем больше режешь, тем больше урожая. И еще я таких несколько привел. Смотрите мои сотни фильмов. Анекдотов. Там есть. А эта фраза звучала так. Иисус главный редактор. Да ничего страшного. Какой дурак станет делать то, что этот. Предложил этот самый. Ну и фамилия идет доктор наук. Вот такая вот. Поняли? Спасибо за просмотр!